Всем привет! Как мне представили межмунесение? И сегодня я расскажу из темы моего доклада все, что вы хотели знать о владельце домена, но боялись в России И я расскажу о том, как найти контакты владельца домена, вот стой Но перед этим я немного расскажу о себе Беру либо думать, что вижу вот так, слева Но это все обманешь, я выгляжу справа Наверное, не важно И... Расскажу о себе, я студентка Домолиса Я ненавиджировала буквы А еще около года я работаю в отделе биомерный инцидент В отделе антифишнера И, говоря по простому, я занимаюсь исследованием фишнеры схем И блокировкой меженческих доменов И, собственно, вот это куда я знаю, там много про владельцы домена Итак, о чем мы сегодня поговорим Я быстро оплачу базовое устройство любого домена И то, что должно быть у каждого сайта в интернете Потом мы подумаем А зачем? Зачем вообще нам нужно искать владельцы домена? Как нам это пригодится? Вместе со всей этой информацией мы И перейдем к реальному примеру Которому мы рассматриваем большинство техник Которые приближдаются в божественных случаях Но оставшиеся техники, которые не сыграют в раннем кейсе Мы разберем отдельно Итак, какие-то основы Допустим, Иванов Иван решил инвестировать домен Ну, решил создать бизнес Калоши.ру И для того, чтобы ему создать этот сайт Ему нужно обратиться к регистратору домена Который скажет Хорошо, Иван Иванов Вот Калоши.ру Теперь за вами Все, отлично Ну, для того, чтобы этот сайт стал рабочим Ему нужно обратиться к костнику Который будет сервер под него И иметь в интернете Чтобы в сайте заработал Ну, а Иванов Ну, не важно А Иванов Иван Это сам и владелец домена Но все эти данные Регистратора и костинга Мы можем найти Довольно просто Мы можем найти их через QIS QIS это протокол Который собственно Собирает и Расправляет вам эти данные Но Встает вопрос Можем ли мы через QIS Владельцы домена Ответ И да и нет Зависит от регистратора Некоторые регистраторы Собирают Вроде много данных Например На скрине справа Я взяла Собирает домен И кучу-кучу Приватной информации Кутук Приватной информации Кутук Имя его владельца Адрес Почта И личный номер Естественно Я их замазала Хорошо, что хотя бы Адрес указали И личный Но Некоторые регистраторы Например, как Слева Не распространяют Эту информацию Только под полностью Запросы Но Работать мы можем С теми С теми Ну Хорошо Куиз работает Если Домен действующий Если в текущий момент У домена есть Игришник Но Что делать, если домен существовал Когда-то раньше Например И сейчас у него Игришника нету На помощь приходит Исторический куиз Это На самом деле Это сервис Который доказывает То же самое, что и Текущий куиз Только С историческими Записами На самом деле Бесплатных сервисов Таких очень мало И у них Довольно отличный функционал Например Те, которые я не хотела Не работают Какими-то С локальными доменами В целом Например Или Какими-то Ну Какими-то 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 Ну Хорошо Мы посмотрели Выс Но Общая схема Следующая У нас есть Какой-то домен По нему Мы находим Почту Или номер Телефона По этой информации Мы находим По социальной сети И ключевые слова Но И вместе со всем этим Мы можем найти Какой-то новый домен Или даже Целую группу новых доменов И запустить Свой доскновый И таким образом Обращается всю нашу информацию Владельцы домена Которые мы находим Ну, хорошо Но Зачем искать Владельцы? Если у вас Пренд Он может быть злой Отлично 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 Он может быть злой Отлично А кто Кто этим занимается? Ищут Кто Книжные Кто Книжные Я выдавила следующую категорию. Например, альтфишная команда, команда расследователей и киберразведка, который в ней лежит. Развед-выброс. Первая команда хочет найти владельцы домена для того, чтобы связаться с ними, сказать, ребята, у вас не доменят фишинг и ваших интересов, для того, чтобы его там не было. Вторая команда хочет найти какие-то следы преступников и какие-то связи. А последним нужно атрибутировать себе домен в какой-то клавировке или в интертактуру. Но кроме них, конечно, владельцы домен могут интересоваться сталкерами или асин-любителями. Примерно я же выехали буду, но второе я это делаю просто радиусерия. Хорошо, давайте перейдем к реальному примеру. И у нас есть домен AutoPartners Premium.com. И на данный момент он показывает фишинг на банке Интерту. И это просто взломный домен. Это просто взломный домен. И наша задача, представив себя в роли антифишной команды, наша задача связаться с владельцем домена и сказать, ребята, нехорошо у вас, пишите, пожалуйста, уберите его. Это так долго не нужно. И, следовательно, наша задача найти как можно больше контактов. Что мы будем делать? Конечно, наш первый шаг это пойти в куиз. Пойти в куиз. И что мы там видим? Ну, там это зло, и мы видим имя, номер и почту. И напишем имя себе просто удалить на отдельный листочек. Хорошо, у нас они есть. Мы настанавливаемся и идем в куиз не домена, а в куиз нету куиз. И смотрим на эти записи домена. И что мы там видим? Ну, у нас опять удача. У нас необычный RF-сервер. И у нас нет. И у нас новая почта. И к себе только записываем. Дальше мы идем в исторический куиз. И, ну, Даня это старый. Он там в 2015-м что-то был заинвестрирован. И, соответственно, мы не решаем посмотреть, а что было раньше. И наша удача опять. Мы находим новую почту. Вторая почта не... Она, наверное, не видит. Но вот эта почта не интересна, потому что она не несет прямой связи с владельцем. А вот эта у нас тут есть. Хорошо. Но сейчас, открывая страничку, мы видим только фишинг. Но, может быть, на страничке... Вероника на страничке для этого было что-то интересное, что-то важное. И наверняка там были интакты. Там можно связаться с владельцем этого сайта. Но сейчас пишем, ничего как-то не можем. Поэтому мы обращаемся к нашей подружке WaybackVG. Которая хранит архивы верхних страниц. С Райдингом, 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 Райдингом. И тогда в Домен Старе наверняка сохранились какие-то записи. Опять наша удача. Мы рискаем разные версии сайтов за разные годы. И находим, что в 2013 году была почта. И в 2013 году добавилась мама телефона. И опять-таки это почта. Все это мы записываем себе отдельно. Кроме этого, подвижившись на архивной версии странички, мы находим, что у этого сайта была контактная форма. Естественно, через архивную версию странички связаться с владельцем мы не можем. Но, возможно, нас это интересует какой-то файл. Допустим, контактная форма была в contact.hp, и висела себе, и сейчас ее никто не национал. Поэтому записываем эту ссылку как возможную, что возможно можно поверить. Ну, естественно, никуда без этого шага. И мы обращаемся в Google. Используя простейший Google.org, просто взяв домен в кавычки, мы находим возможные упоминания этого домена. И наш удача четвертый раз, мы находим, посмотрев возможные контакты, и как все их не нужны, мы находим три новых контакта в Твиттере, в Facebook и LinkedIn. И следующий шаг – это уже работа с видами, уже найденной информацией. Например, в Твиттере мы обращаем внимание на интересную авантазию. А вот так вот. Смотрим исходники и видим уже, на измены ранее контакта телефон и почту. Ну, что ж, попытка хорошая, но эти контакты у нас уже есть. Влюбимся дальше. Мы выбиваем этот номер телефона и город, где… Ой, город, страну. Страну, с которой были владельцы домена. И находим тот же самый Твиттер аккаунт, и какое-то обсуждение, какой-то форум. И в этом форуме мы находим, переводим, читаем, и узнаем, что форум каких-то автолюбитьей. И советовали автомонтажку, и оставляли вот этот номер телефона и два других. А кроме этого оставили новое название для автомонтажки. Вот. И, соответственно, все это написано. Три номера как «Действующие контакты», и новое название как «Возможный мир для поиска». Собственно, нас это название очень интересует, и мы просто гуглим, находим новый сайт, с новыми контактами, контактной формой, и с новыми телефонами. Хотя они были также в городе газеты. Все это мы всегда записываем. Мы пробуем также или регистраторы, то есть владельцы домена, который был укладом в кузе, но особо оно ничего не принесет. Мы можем в них привести какие-нибудь контакты, например, профилы в Инстаграме, ну, и прочее, социальных сетях. Мы находим канал на YouTube, к сожалению, вернем на него видео, но, возможно, в видео мы могли бы найти какие-то контакты, и опять-таки владельцы. Дальше мы пробуем еще один номер, который мы находили, и видим сайт. Кстати, с ним мы уже встречались ранее, потому что он был рябочным МСМ. С него мы тоже записываем контакты. Две почты, два номера, Facebook и Инстаграм. Что мы можем сделать еще? Мы можем взять каждую почту, которую мы находили до этого, и сделать инверсивный рвиз, и посмотреть, какие домены были зарегистрированы на эту почту. И, соответственно, получить целый список новых доменов. 18. Итак, что у нас есть к этому моменту? Мы набрали 7 почт, 7 ссылок, 8 телефонов и еще несколько новых ректоров того языка. Еще 18 доменов на прошлом сайте, которые можно сделать дальше. Какой наш следующий шаг? Опять quiz? Ну, да, потому что вспоминая эту схему, мы возвращаемся к этому снова и снова. К этому, когда разделится только ваше решение. Хорошо. Давайте посмотрим, какие еще есть техники, которые мне сыграли в нашем случае. Например, в госпитней. Возвращаемся к домене, который я назвал в самом начале, у которого хорошо скрыты данные регистратора. И обнаруживаем, что это был личный блок. И личный блок, интересно, значит, вероятно, это никнейм. Значит, любым инструментом сделан просто по никнейму. Например, это мой бренд. В который выходит много-много разные полезные информации. Что мы можем сделать еще? Например, если мы смотрим с командой фишнг и антифишнг аналитика, часто фишнг и искусство складываются не просто в руте домена, а где они глубоко спрятаны. Например, это уже такой пример. И для того, чтобы владеть доменой не сразу обнаружил фишнг. Поэтому мы просто везем в корень, в надежде для того, что в корне будут контакты. И тут мы его доходим. В нашем случае это не связало, потому что тот, кто взломал домен, его почистил и удалил вообще все возможные варианты. Но что может быть еще? Если... Что может быть еще? Например, мы можем раскрутить и чуть-чуть еще поиграться с другими шторками. Например, поискать свои элементы, которые были на сайте. И, ну, совсем не обязательно платили, если чем-то прям сложным или маэстер, но самый простой для них будет достаточно. Что мы можем сделать еще? Просто посмотрите, условно, и под традиции. И, возможно, тут будет настолько эгоистично, что включат официальные заголовки. Ну, авторство. Кроме этого, мы можем посмотреть, какие дополнительные странички скрытые от глаз с обычным пользователем. Например, здесь оно особо не играет. Это довольно редкий случай, когда это может реально пригодиться, но вдруг это степень. Например, то, что скрыто в области в тевсти или в сайт-мейле. Возможно, ну, кто знает, возможно, есть скрытая страничка с контактами. И последний вариант, который мы можем сделать, это посмотреть, если у нас уже пусть есть почта, и на указанном будет вход. Или, допустим, эту почту, или на мейле, а на калоши.ру. Или, соответственно, эти калоши.ру тоже будут связаны с этим регистратом, и делать поиск уже по главному домену. У меня все. Какие-то вопросы. Кто трогает вести? Что только времени у вас занимает? Расследование. Расследование в плане поиска владельца? Да. На самом деле, многие дела делаются на автомате, и минут десять на домен будет достаточно. В зависимости от сложности, но в среднем минут десять. У нас есть. Еще вопросы? Что мы дальше с этим контактами делаем? Вы не просто фишните дальше, у вас фишинг. Как вообще это происходит? Комплектно я в фишинг команде, от лица этой фишинг команды, связываюсь и говорю, у вас фишинг, пожалуйста, умерите это, или мы не заблокируем вам домен. Ваших интересов надо убрать. Человек, естественно, убирают. Не им это не интересно, не владельцам домену. У тебя сайт, калош.ру, рабочий бизнес. А тебе взывали домен, и повесили фиш на Сбербанк. И, получается, не от интересов владельца, и наших интересов, как от фишинг команды. И мы все хотим, чтобы это скорее ушло. Какой самый сложный кейс в поисках владельца называют фигуржи? На самом деле, самый сложный кейс, да, бывают случаи, когда владельца домена найти невозможно. Ну, например, могут использоваться костинги, ну, какие-нибудь от Google, в которых ты по куизу, или просто по какой-то информации ты весьма ищешь бесплатные костинги, которые не предоставляют какой-то этой информации, в которой ты не регистрируешься, которые просто, ну, ничего не предоставляют. И найти это невозможно. Есть и такие случаи. Очень хороший доклад. Очень здоров. Прям очень нравится. А находили ли вы что-нибудь в текстих записях? Или только потом? Ну, да. Именно доменных. Ну, могут быть в текстих записях немедоменных какие-то интересные NS-ки, которые мы можем дальше исследовать. Соответственно, если есть там NS-ка, значит, есть связь с этим доменом. Значит, мы можем покупаться и, возможно, узнаем контакты друг друга. И если мы не напишем напрямую владельцу, то нам, например, скажут, мы не владельцы, но мы знаем, где их найти. Пожалуйста, обращайтесь на эту почту. Насколько сильно из вас меняем расследование, может, скажем, выяснить вас на професе почта постера, либо сам заморочен на этом домене, а паритерство тоже соответствует что-нибудь на этом не получится. А какие-то исторические записи, о том, что кем-то реакции привелось еще? Нет. Насколько это постепенно есть и условное расследование? Если нет, то каким ректорам можно еще запомнить? Ну, на самом деле, ректоры, да, это все на этой расследовании естественно. Я просто привела самый наградный пример, который можно использовать на деле. Мне все так приятно на деле, не так много контактов ищется зачастую, и мы можем вытащить, ну, не знаю, 4 почты и несколько ссылок. Какие ректоры еще есть? Я рассмотрела в четвертой главе. И... Ну, да, я знаю. То есть классики первых дней там, да? Какие воспоминания приедешь? Ну, еще у специализированных компаний есть свои собственные разработки, которые помогают с этим справляться. Я вам приводила примеры только, что можно по открытым источникам сделать. Еще вопросы? Спасибо за доклад. У меня вопрос по поводу тулзы, которые вы показывали. Поиск уникнему. Можете поможем рассказать вам, что это? Конечно. Я думаю, на самом деле, это лучше рассказать на меня, потому что конкретно эта тулза это разработка с аксоэ, который рассказал в предыдущий доклад. Вот. Но замечательный тулза, который ищет... в социальных сетях за тебя и разные инструкции, где, может быть, хозяин найден человек с такими клеймами. У меня вопрос. Я услышал, что злоумышленники точнее меня прочитать на массу из куриц-серсов в тех местах в доме, которые гугл и тому подобные. Что есть у злоумышленников и форму, что вы так делаете? Будут спаршить домены, которые зарегистрированы именно в тех, кто создает домены, которые не раскрывают информацию. И существует, в основном, больше их, а не тех, те домены, которые на публичных или тому подобных доменах, которые раскрывают эту информацию. Ну, обычно, в интересах злоумышленников сломать все, что ломается. А не каких-то преимущественных клубов или нетнейм чипов или кого-то кто не раскрывает информацию. Поэтому они ломают все, что видят. Какие-то кейсы мы можем раскрыть очень быстро. Какие-либо мелкие. Какие-то мы не можем раскрыть и обращаемся на кем-то к иллюстратору. И... так называемые bulletproof постинги, которые ничего не раскрывают вообще, в принципе. И не отвечают запросы, или просто еще располагаются на лось и используют обычные посты? Довольно часто, наверное, 20... Наверное, 20-15-20% на bulletproof постинги обузоустойчивы. И... Но надо учитывать, что лишь нельзя сделать это дешевле. Как можно быстрее, как можно дешевле, как можно больше людей заскармить. А, естественно, будет пробов в постинге будут дружи и больше будет с этим из них. Вот. И это уже зависит от подходов, там, разных скарминских команд и всякого такого. И открыт в этом случае. Еще вопрос? Вы попросите, пожалуйста, если ошибаюсь, что вы с группой реагировали на такие вот фишинговые сайты, правильно? Да. У вас есть какое-то автоматизированное средство, которое позволяет находить вот эти домены, которые похожи на SB, на Zon, какие-то приписки и так далее? Может, есть какие-то единые базы, на которые вы можете смотреть все домены и искать похожие, на которых могут быть в теории какие-то фишинговые сайты? Да, естественно. Я работаю в группе компании, у которой есть свои собственные разработки, глядя на эту тему, которые собирают эти домены, которые... Ну, на самом деле, очень много внутренних инструментов, про которые я, к сожалению, не могу рассказывать, но два, думаю, есть. Вопрос по соотношению количества фишинговых сайтов, которые появляются, которые вы блокируете и ваши коллеги блокируют, и сколько вы вообще восправляетесь? То есть, ну, сколько там процентов всех фишинговых вы сможете уходить и блокировать? Сколько их вообще появляется? Сколько их в группы или нет? Точные статистики я не помню, но, по-моему, за в следующий год мы заблокировали 9 тысяч доменов именно в ру-доме, в ру-зоне. Насколько появляется, ну, мы не можем знать, сколько вообще, на самом деле, как фишинговых сайтов, как команд, мы не можем знать точно, мы можем примерно оценивать, но все, что приходит к нам, все блокируется. И еще один. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ